Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим, как закончились партии 11 тура супер турнира турнир претендентов 2022, который проходит в столице Испании, городе Мадриде, где принимает участие 8 сильнейших шахматистов планеты, которые туда отобрались через другие супер турниры. Ставим лайк до начала обзора, это позволяет видео продвигаться в рекомендациях и внимание на экран. В 11 туре играет Хикару Накамура против Рихарда Раппорта, Али Розафи Руджа против Яна Непомнящего, Тимур Раджабов против Яна Кшиштофа Дуды и Фабиана Круана против Дин Лежения. Белыми играл Тимур Раджабов, черными играл Ян Кшиштоф Дуда, С4, Конь Ф6, Конь Ф3, Е6, Б3, Д5, после слон Б2, слон Е7 разыгран дебют рейти, Ж3, рокировка, слон Ж2, Б6, СД, Конь Д5, позиция получается примерное равенство, Д4, слон Б7, черный фянкетирует слона, ну и после рокировка подрывают центр ходом С5. Здесь Тимур Раджабов настроен крайне миролюбиво, он забирает пешку на поле С5, после слон С5, Конь Д2, Конь Ф6, А3, А5, не пуская пешку на поле Б4, Конь С4, Конь Д7 и Конь Е5 играет Тимур Раджабов, форсируя дальнейшие размены. Слон Ж2, Король Ж2, Б5, Конь Д7, Ферзь Д7, Ферзь Д7, Конь Д7 и Конь бьет А5 играет Тимур Раджабов, это вовсе не жертва фигуры, потому что после ладья бьет А5, Б4, двойной удар, пешечная вилка и фигура отыгрывается. Ладья А6, БС, Конь С5, ладья Б1, ну и после Конь Е4, ладья Д1, А6, материала мало, стало понятно, что скорее всего обменяется пешка Б на пешку А и будет ничья. Так и было, слон А1, ладья А3, ладья Б5 и дальнейшие действия после Конь С3, слон С3, ладья С3 уже могли и не происходить на доске. Дальше давайте без комментариев, соперники сделали еще пару ходов, ну и дальше начали просто повторять и партия закончилась в ничью. Таким образом, Янг Шиштоф Дуда не проиграл черным цветом, но Тимур Раджабов сделал быструю ничью. Поскольку на победу в турнире претендентов он уже не рассчитывает, мне кажется, что Тимур Раджабов уже потерял всяческую мотивацию играть и просто уже доигрывает, что называется, турнир. Идем дальше. Белыми играл Хикару Накамура, черными играл Рихард Раппорт. Е4, С5, Конь Ф3, Конь С6, Д4, ЦД, Конь Д4, Конь Ф6, Конь С3, Е5, сицилианская защита, челябинский вариант. Конь Б5, Д6, тут очень длинная теория. Слон Ж5, А6, Конь А3, Б5. И Конь Д5 играет Хикару Накамура, главная ветка этого варианта, слон Е7, слон Ф6, слон Ф6 и Ц3, не позволяя черным поставить пешку на поле Б4. Владя Б8, Конь Ц2, по-прежнему поле Б4 контролируют белые. Слон Ж5, ну а черные уводят слона из-под размена коня. У черных преимущество двух слонов. Ж3, белые потихонечку ограничивают чернопольного слона на королевском фланге. Рокировка, слон Ж2, А5 и также заканчивают развитие, играя рокировка. Позиция равна, Конь Е7, Конь Е3, слон Е6 и Конь бьет Е7, шах. Играет Хикару Накамура, после Ферзь бьет Е7, прыгает конем на поле Ф5, нападая на пешку на поле Д6 и на Ферзя. Идея американского гроссмейстера в том, что сейчас не очень-то выгодно меняться на поле Ф5. После ЕФ открывается белопольный слон, ну и у белых нет никаких проблем. Ставят они ладью на поле Д1, Ферзя на Д5, поддавливают потихонечку пешку на поле Ф5. Всегда можно защитить, например, ходом Ж4. И с учетом разноцветных слонов здесь позиция получается чуть-чуть в пользу белых. После Конь Ф5 Рихард Раппорт сыграл Ферзь Д8, то есть пожертвовал пешку. И после Ферзь бьет Д6 сыграл Ж6 с нападением на коня. Вынуждается размен Ферзей, Ферзь Д8, Ладья Д8, А4, слон Ф6 и Конь Е3. За пожертвованную пешку у черных преимущество двух слонов. Ладья Д2 плюс хорошее развитие. Б3, А4. Черные цепляют белых на ферзьевом фланге. Ладья Д1, выкуривая активную фигуру. Ладья Д1, Ладья Д1, АБ, АБ и слон бьет Б3. Черные с комфортом отыграли пешку. После Ладья Б1 слон А2. Ладья Б2 слон Е6. Слон Ф3, слон Е7. Слон Ж4, Слон Ж4, Конь Ж4. Получается окончание. Конь с ладьей против ладьи со слоном. Позиция равная. Б4 играет Рихард Раппорт. И после ЦБ ладья Б5. Защищая пешку на поле Е5. Х5. Ладья бьет Б4. Ладья бьет Б4, слон бьет Б4. АЖ, АЖ и Конь бьет Е5. Максимум, что смогли сделать белые, это получить лишнюю пешку в окончании, где все пешки на одном фланге. Слон против коня. И самое главное, что материала очень мало. То есть при правильной игре здесь черные проиграть никак не должны. Слон С3, Конь Д3, Ф5, Ф3, Король Ф7, Король Ж2, Король Ф6, Ж4. И после Слон Д4, Король Ж3, Слон Е3, черные просто стоят. Конь Б2, черные сыграли Король Ж5. И после Конь Д3, Король Ф6, Конь Б4, Король Е5, Конь С6, Шах, Король Е6. Здесь начинается длительный период маневрирования. Давайте эти ходы не будем озвучивать. То есть Накамура пытался здесь выжимать воду из камня, но ничегошеньки у него не получилось. В результате долго очень все это дело продолжалось. Но черные стоят, просто держат оборону по черным полям. Ничегошеньки белые сделать не могут. И в результате Накамура еще очень долго маневрировал. Но в итоге ему пришлось все-таки двигать пешку вперед, поскольку иначе просто было бы правило 50 ходов. То есть, когда 50 ходов без единого движения пешки и размена, и тогда бы просто судя зафиксировали ничью. И вот после Е5 на 84 ходу пешка двигается, но черные просто стоят и выясняется, что белые ничего сделать не могут. Они не могут увести короля, чтобы не потерять пешку на поле Ж4 и не могут увести коня, чтобы не потерять пешку на поле Е5. А если Е6, то сразу же на нее черные нападут. Король Ж3, слон Б8, король Ф3, слон С7, черные стоят. Ну и Накамура решается на ход король Е4. После король бьет Ж4 Е6, тут делает ничью и ход слон Д8, и ход слон Д6. Слон Д8 сыграл здесь Рихард Раппорт. Ну вот такой есть любопытный еще вариант. Слон Д6 не пускаем пешку на Е7, конь Е5 шах, и после короля Ж5 вроде бы мы зеваем вилку, но после хода короля Ф6 все равно пешка теряется, и после конь бьет Д6, король бьет Е6. Ввиду малочисленности материала партия все равно заканчивается в ничью. После Е6 слон Д8 сыграл Хикаро Накамура, конь Б4, король Ж5, конь Д5, слон Ф6, Е7 играет здесь Хикаро Накамура, фактически соглашаясь с тем, что партия заканчивается в ничью, то есть не удается здесь белым получить перевес. И после слон Е7, конь Е7, король Х5, конь Д5, Ж5, король Ф5, Ж4, конь Ф6, шах, Накамура объявляет вилку, забирает пешку на Ж4 и на 96 ходу, ввиду того, что доска полностью опустела, соперники вынужденно согласились на ничью. Вот такая вот получилась партия. Идем дальше. Белыми играл Фабиано Круано, черными играл Дин Лежень, Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5, А6, слон А4, испанская партия, конь Ф6, рокировка, слон Е7, ладья Е1, Б5, слон Б3, закрытый вариант, рокировка А4, слон Б7, Д3, Д6, слон Д2, ферзь Д7, конь С3, белые поддавливают на пешку на поле Б5, черные играют конь А5, подкрепляя пешку, слон А2, Б4, конь Е2, С5, после конь Ж3, ладья Б8, конь А4, играют Ж6, черные, не пуская коня на поле Ф5, слон А6, ладья Е8, но тем не менее, конь Ф5 играет Фабиано Круано и выясняется, что коня этого взять нельзя, играет слон Д8, Динли Жень, если забрать коня, то следует, конь бьет Ф5, и дальше, как бы черные не играли, белый ставит ферзя на поле Ф3, и будет угрожать ферзь Ж3 с матом в несколько ходов, то есть, либо с поля Ж4, либо с поля Ж3, с поля Ж4, в том случае, если черные уберут куда-то коня, ну а с поля Ж3, если они его убирать никуда не будут, поэтому, после коня Ф5, слон Д8, играет Динли Жень, и тут Фабиано Круано подкручивает позицию, играя конь Ж7, ладья Ф8, H3, форточка, и Б3, играя Динли Жень, подрывая ферзевый фланг, слон бьет Б3, конь бьет Б3, ЦБ, и слон С6, ладья начинает нападать на слабые пешки по вертикали Б, конь на поле Ж7 у белых застревает, ладья С1, король Х8, и конь Е6, играет здесь Фабиано Круано с нападением на ладью, конем и слоном, заодно он убирает коня из плена, ферзь бьет Е6, слон бьет Ф8, и слон А5, таким образом, черные отыгрывают качество, поскольку ладья нападает на слона, слон А6, слон Е1, ферзь Е1, ладья бьет Б3, и так, позиция, как мы видим, полностью уравнялась, примерное равенство, ферзь А5, конь Ж8, прогнали слона, слон Е3, слон Б7, защитили пешку А, ну а ходом ферзь Д2, белый защитили пешку на поле Б2, Ф6, Ф4, ЕФ, слон Ф4, и Ж5, играя Дин Лежень, слон Е3, ферзь Е5, конь Ф5, конь Е7, конь Е7, ферзь Е7, получилось тяжелое фигурное окончание, с разноцветными слонами, ферзь С2, ладья Б6, ладья Ф1, король Ж7, и А5, играют белые, закрывая игру на ферзьевом фланге, ладья С6, слон Д2, ладья С8, слон С3, переводят слона на большую диагональ Фабиана Круана, ладья Ф8, ферзь Ф2, А6, А4, слон С8, Б4, слон Д7, БЦ, БЦ, значит, БЦ, ДЦ, и ладья Б1, поскольку, как мы видим, пешку на поле Ф6 пробить не удалось, Фабиана Круана пытается залезть ладьей, слон Б5, ладью не пустили и напали на пешку, АЖ, АЖ, ферзь Ф5, теперь угрожает очень неприятный какой-то ход, Е5, король Ж8, играет, динлижень, Д4, слон Д3, ладья Е1, ЦД, слон Д4, и после ферзь Х7, черные держатся, ферзь Ф3, слон Б5, Е5, Фабиана Круана идет на прорыв, ферзь Д7, если взять пешку, то очень неприятно, ферзь Д5 шах, ферзь Д7, слон С5, ладья С8, ферзь Б3 шах, ферзь Ф7, Е6, ферзь С7, Е7, кажется, что пешка белых прошла уже достаточно далеко, но, поле Е8, черные надежно контролируют, король Ж7, играет здесь, динлижень, слон Д4, поскольку слон был атакован, Фабиана Круана его отводит, ферзь Ф4, и тут Фабиана Круана допускает серьезную ошибку, играя слон Е3. Здесь можно было сыграть, например, слон Б2, это давало легкую ничью, после ладья Х8, черные грозят вторгнуться, но Е8, конь, шах, и теперь игра разделяется, если забираем ладьей, то все меняется, и получается вечный шах за черных, если после хода Е8, конь забирать слонов, то белые играют ладья Е7, шах, у черных здесь строго единственный ход, король Ф8, и после слона А3, снова черные должны форсировать какой-то вечный шах, примерно вот таким вот образом, здесь черные начинают шаховать, и партия должна закончиться, в ничью. Но слон Е3 сыграл Фабиана Круана, и теперь после ферзь Ж3 ладья атакована, и угрожает ладья Х8. Ферзь Б4, ладья Х8, Е8 ферзь, вроде бы все то же самое, но после ферзь Х2, король Ф2, ладья бьет Е8, вот здесь наступает второй критический момент в партии, Фабиана Круана не находит четкое спасение, он играет ферзь Ж4, но на самом деле выясняется, что здесь у белых была этюдная ничья, слон бьет Ж5, могли вот так вот сыграть белые, вся проблема в том, что пешка на поле А6, а все пешки, сейчас мы с вами увидим, исчезнут с королевского фланга, так вот пешка А6, поле цвета А1, не цвета слона на поле Б5, то есть достаточно будет тогда в Эншпиле королем проникнуть на поле А1, и это будет известная крепость, после ладья Е1, ферзь Е1, ФЖ, ферзь Е7 шах, здесь белые объявляют просто вечный шах, ну во-первых, они съедают пешку на поле Ж5, и затем просто вечно шахуют белого короля, спрятаться здесь никуда нельзя, поэтому партия должна закончиться в ничью, если король встает на поле Е5, то тогда ферзь Ж3, размениваем ферзей, и король проникает на поле А1, также легкая ничья, но не нашел этого момента, Фабиано Куруано сыграл ферзь Ж4, теперь после ферзь Е5, ферзь Д4, ферзь Ф5 шах, король Ж1, король Ж6, он остался без пешки, и как мы видим, ситуация на доске резко переменилась, теперь сильнейшая сторона Дель Лежень, ферзь Д2, слон С6, слон Ф2, ферзь Ж4, грозит мат, ферзь Д3, шах, слон Е4 и ферзь Ж3, после ферзь Ж3, слон Ж3, разменялись ферзи, и после Ф5, слон С7, король Х5, король Ф2, король Ж4, ладья С1, белые пытаются спастись в окончании при ладьях с разноцветными слонами, шансы на самом деле довольно неплохие, поскольку материала довольно мало остается, но и, конечно, черные стараются играть на победу. Дель Лежень играет ладья Е7, и тут Фабиана Круана допускает ход, который проигрывает партию, ход ладья С3. Надо было стоять ладья С5, пытаться вот таким вот образом держаться, но ладья С3 здесь был очень сильный ход у черных, которые они не подняли. Дель Лежень здесь сыграл ладья Д7, а ход слон Д3 выигрывал партию. Выясняется, что грозит ладья Е2 шах с вторжением ладьи. Нет ухода ладья С2, а если меняться на поле Д3, то после ладья бьет С7, этот эндшпиль ладейный, оказывается, просто проигранный за белых, потому что король черных легко выскальзывает вот таким вот образом, проникает на ферзевый фланг, забирает здесь какие-то пешки, ладья встает на С5, пешка на Ж4, позиция просто безнадежная у белых. Итак, ладья Д7 прошел мимо победы Дель Лежень, Ж3, Фабиана Круана ставит пешку, слон Д3, слон Б8, слон Б5, и тут снова допускает ошибку очень серьезную Фабиана Круана, который сразу же проигрывает партию, можно еще было сыграть ладья С8 и как-то пытаться держаться, но он играет после слон Б5, слон С7, и выясняется, что после ладья Е7 та же самая идея. Вторжение ладьи на поле Е2, затем король идет на поле Н3, ну и дальше просто строит матовую сеть, черные клеят здесь белому королю. Позиция белых просто стала абсолютно безнадежной. Еще последовало слон Д8, ладья Е2 шах, король Ж1, ладья Д2, Дельни Жень нападает на слона, и после слон Е7, слон Д3 был сделан всего лишь один ход, и тут Фабиана Круана предпочел дальше уже не сопротивляться, а просто сдался. Ну, позиция безнадежная, висит пешка на поле Ж3, а в случае хода слон Д6 решает ход король Аш3, и дальше тут уже всякие матовые мотивы, начинают играть яркими красками, плюс ладья Ж2 грозит, то есть ладья Ж2, король Аш1, ну давайте вот я покажу, например, ладья С1, тогда ладья Ж2 шах, поле Ф1 недоступно, король Аш1, слон Е4, и все, здесь уже король в коробочке, в матовой, пешка на поле Ж3 теряется с шахом, говорить не о чем, здесь, конечно же, черные легко побеждают. Итак, после хода слон Д3, Фабиано Круана сдался, и таким образом, Дин Ли Жень одерживает уже третью победу подряд. Во втором круге, китайский дракон набрал совершенно какую-то немыслимую силу, и сейчас, так же, как и Ян Непомнящий, крушит всех. Осталось у нас впереди, друзья, играть еще три тура, ну а сейчас, мы с вами идем дальше. Белыми играл Али Роза Ферруджа, черными играл Ян Непомнящий. Безусловно, центральная встреча 11 тура, юный французский кроссмейстер играет против Яна Непомнящего. И надо сказать, что то, что вы сейчас увидите, все это как раз наложилось на то, что Али Роза Ферруджа всю ночь играл в пулю на Ли Чес. Вот просто до пяти часов утра этот юный шахматист играл в пульку. Это заметили его подписчики на Ли Чес и поделились вот таким интересным наблюдением со всем остальным шахматным миром. Ну и давайте посмотрим, что же происходило в этой партии. Е4 двигает вперед на два поля королевскую пешку Ферруджа, Е5 отвечает Ян Непомнящий, и после конь Ф3 снова русская партия на страже Яна Непомнящего. Она его охраняет, как зеницу ока. Конь Ф6, этот дебютный репертуар Ян Непомнящий здорово разыгрывает. Конь бьет Е5, Д6, конь Ф3, конь бьет Е4, и С4 играет Ферруджа. После конь С6, Д3, конь Ф6, Д4, слон Е7, Д5. Мы видим, что белые уже сделали три хода пешкой в дебюте, Д3, Д4, Д5. Черные спокойно развиваются. Конь Е5, конь Д4, второй ход в дебюте конем. Рокировка, конь С3, слон Ж4, Ф3, ослабление вызвал Ян Непомнящий. Слон Д7, слон Е2, С6, подрывает центр. И после рокировка СД, СД, Ферзь Б6, позиция получается примерное равенство. У черных нет и тени проблем. То есть, Ферруджа никаких проблем в дебюте Яну Непомнящему не создал. Король Х1, он отходит, освобождает коня из-под связки. Владиа Ц8, и тут Остапа понесло. Здесь Ферруджа просто переоценивает свою позицию, и мне кажется, вот это решение, а сейчас мы с вами увидим, что каждый ход Ферруджа я буду сопровождать вопросительным знаком, что означает ошибка, и буду пояснять, почему это происходит. Так вот, скорее всего, это происходит из-за того, что как раз таки переиграл просто этот юный гроссмейстер в пульку, и все его решения оказываются именно поверхностными. Как раз таки то, что и происходит в пулю. Аян непомнящий играет фундаментально Ж4, ход, который просто ослабляет на самом деле прикрытие белого короля. Намного сильнее было сыграть Ф4, выгонять коня на Ц4, и просто Б3. Тут у черных есть хороший ресурс конь Е3, напасть водей на коня, и конем объявить вилку. Поэтому взятие слон бьет Е3 вынуждено, и водя бьет С3 с нападением на слона. Теперь никаких опасных отскоков у белых нету, потому что черные просто съедят эту атакующую фигуру слона. Поэтому слон Ж1 в засаду, и вот теперь уже действительно всерьез грозит отпрыг коня на поле Е6. Поэтому ферзь А5, напали на пешку на Д5, и здесь у белых есть сильный ресурс А4. То есть они просто жертвуют пешку после конь бьет Д5, но играют слон Б5, и после слон С6 ферзь Д2 создается очень неприятная угроза конь Е2 с атакой ладьи, и ладья не сможет отойти, потому что ферзь на поле А5 не защищен. Ладья на поле С3, как мы видим, подвисает, ферзь Б4 ход единственный практически, и после конь С6, БС, слон бьет С6, белый вот так вот на тактике отыгрывают пешку, ладья бьет С6, ферзь бьет Д5, ну и после ладья С7, тут еще черным надо пытаться уравнять игру после точного хода ладья С1, белые хотят захватить вертикаль С, теперь не годится ладья С8, потому что взяли-взяли и ферзь А8, там практически, ну не с матом по последнему ряду, но пешку на поле А7 черные потеряют, поэтому ферзь Б7 единственный и точный ход, ну и после здесь уже можно играть как угодно, если размениваемся на Б7, то черные защищают пешку на А7, поддавливают на пешку на поле Б3 и позиция получается примерно равной, хотя здесь у белых, видите, даже образуются две связанных проходных пешки на ферзьевом фланге, так и нужно было играть Ферруджа, но он почему-то продумав 23 с лишним минуты сыграл Ж4, не помнящий ответил А6, не пуская пешку на Ж5, и тут А4, еще больше 35 минут продумал Ферруджа и идет в некорректную атаку, теперь, как мы видим, прикрытие белого короля полностью раскрывается и белые за это ничего не имеют. Снова надо было сыграть А4 и на конь С4 Б3 здесь уже невыгодно играть черным конь Е3, поскольку после слон Е3 ладья С3 слон отойдет на Ж1 с теми же самыми угрозами, но здесь уже в отличие от того варианта, который я вам показывал, как раз таки включение хода Ж4 на руку белым, поэтому конь Е5, но тогда А5, поджали Ферзя, Ферзь Б4, конь Б5 тут вовсе белые еще даже не обязаны были никак портить свою позицию, грозит слон А3, ладья бьет С1, ладья бьет С1, ну и после хода А6 черные прогоняют коня, конь С3 забирают пешку на поле А5 и после Ферзь Д2 позиция получается с лишней пешкой у черных, но вся борьба еще была бы впереди. Итак, А6, А4 это уже прямо ход в пропасть. ладья Е8 спокойно Ян не помнящий играет, невзирая ни на что и ход Ж5, ну это объяснение вот этой самой поспешной стратегии, как я и сказал, переиграл просто Ферруджа в пульку. Ж5 еще больше белые ослабляют своего короля. АЖ, АЖ, конь Х5 угрожает вилка конь Ж3 и тут последнюю ошибку совершает Ферруджа в уже очень тяжелой позиции для себя играя король Ж2. То есть просто защищается от вилки. Надо было сыграть ладья Ж1. Это был последний шанс на защиту. После конь Ж6 конь Е4 белые все еще вовсе не обязаны были проигрывать пешку на поле Ж5. Они защитили надежно. Слон Д8 А4 ладья Е5 слон Е3 Ну и после конь Ф4 Слон Ф4 Конь Ф4 позиции черных конечно же лучше. Тут без всяких иллюзий пешка на Д5 подвисает. Ферз Д2 конь бьет Д5 черные съели пешку но слон Б5 есть у белых снова этот ресурс слон Б5 конь Б5 слон Е7 защищая пешку на поле Д6 ладья Ж3 показываю вам просто примерное развитие событий Ф5 играют черные и после конь С3 Конь С3 Б С Ф4 находится самый точный ход у черных нельзя давать белым сыграть Ф4 самим Ф4 и после ферзь бьет Ф4 ферзь С5 С кучей угроз висит пешка на поле Ж5 атакованная слоном ладьей и ферзем угрожает А6 отогнать коня и забрать пешку на поле С3 здесь конечно позиция все равно близка к выигранной у черных как выясняется в анализе но белые еще могут сопротивляться итак король Ж2 это уже все начало конца конь Ж6 играет Ян непомнящий угрожая где-то дать шах на поле А4 а также прыгнуть конем на поле Ф4 поэтому Ф4 играет Феруджа и здесь грянул комбинационный гром потому что Ян непомнящий играет конь бьет Ф4 шах как раз таки обстоятельства того что белый король полностью раскрыт позволяет черным пожертвовать фигуру и после слон бьет Ф4 ферзь бьет Б2 у белых все зависает абсолютно висит конь на поле С3 атакованный ладьей и ферзем провисает слон на поле Ф4 конь Е4 и ладья С4 играет Ян непомнящий вполне достаточно для победы с учетом того что Ян непомнящий шпарил ходы по первой линии компьютера нельзя забирать ладью потому что слон связан еще один недостаток хода король Ж2 но с компьютерной точки зрения убийственным решением был ход слон Д8 тут вообще просто белые не выживали висит конь конь бьет Д6 вот здесь скорее всего Ян непомнящий не сумел оценить то что вроде бы белые сейчас имеют лишнюю фигуру а еще и вилку объявляют но после ладья бьет Е2 шах еще одна жертва все проясняется если забираем ферзем то следует ферзь бьет Д4 с атакой слона пешки на поле Д5 и на конь бьет С8 еще одно красивое решение ферзь бьет Ф4 но уже на самом деле не сложное король здесь остается просто без штанов угрожает конь А4 шах поэтому ферзя надо забирать тогда конь Ф4 объявляя вилку и после короля Ф3 конь Е2 конь бьет А7 конь С3 у белых прорисает пешка на поле Д5 пешка на поле Ж5 ну и в сухом остатке здесь в любом случае белые остаются с ладьей за две легких фигуры у черных плюс у них будет не хватать пешек то есть позиция здесь все равно проиграна за белых но опять же повторюсь с человеческой точки зрения можно еще было продолжать играть после конь бьет Д6 ладья бьет Е2 если конь бьет Е2 то ладья С2 тут вообще просто все зависает у белых этого коня невозможно сохранить потому что перегрузки страшные везде еще и слон на поле Ф4 зависает и тут уже можно просто буквально сдаваться белым спасения просто нет наводя Е1 просто забираем на Ф4 с шахом а так подключаются еще и слоны к атаке поэтому после хода конь Е4 слон Д8 компьютерная просто сразу прибивала на месте но ладья С4 ничуть не хуже и сохраняет большой перевес за черных слон Е3 играет Алироза Ферруджа уводя слона из-под удара и тут еще один комбинационный удар слон бьет Ж5 Ян непомнящий просто разрывает Ферруджу вот просто рвет его на мелкие клочья провисает конь идея хода как раз таки слон бьет Ж5 если берем конем то провисает слон на поле Е3 из-за перегрузок белые проигрывают ладья Б1 ферзь бьет А2 ладья А1 и тут еще один ход который заслуживает двух восклицательных знаков который показывает что Ян непомнящий находится в прекраснейшей форме на этом турнире ладья бьет Д4 еще одна вот такая вот жертва ну и что делать играет ладья бьет А2 ферруджа забирая ферзя но при этом позволяя своего ферзя съесть если после ладья бьет Д4 играть например ферзь бьет Д4 то это ошибка потому что после ферзь бьет Е2 шах мы нападаем на короля и забираем затем если забираем слоном то ферзь бьет Д5 на связке снова белый проигрывает висит конь атакованный ладьей и ферзем к тому же он связан а на слон Ф3 решает просто конь А4 шах затем забираем на Ф3 забираем на Е4 и получаем абсолютно выигранную позицию после ладья бьет Д4 ферруджа играет ладья бьет А2 ладья бьет Д1 слон Д6 ладья Е7 у черных две фигуры за ладью и две пешки даже не две а три пешки то есть позиция выиграна абсолютно после слон Б3 слон Ц5 конь бьет Б7 одну пешку я не помнящий заставляет ферруджу забрать но после слон Б6 конь оказывается практически вырезан из игры и что самое неприятное король у белых очень слабый слон Ц4 ладья Е3 угрожает слон Х3 шах с выигрышем качества король Х1 слон Х3 и ладья Ц1 ну это уже все то есть еще одна ошибка которая сразу же заканчивает партию ладья Б1 было сильнее но все равно после слона Ф5 угрожает шах на Е4 висит ладья тут компьютер сходит с ума говорит надо играть ладья бьет Б6 уже чтобы не получить мат после например ладья Х3 и после АБ конь Д6 конь Е5 черные спокойно выигрывают поскольку после конь бьет Ф5 ладья Е1 шах король Ж2 конь Ц4 они остаются в простом техническом эншпиле с двумя лишними пешками ну здесь просто предстоит техническая работа и Ян Непомящий конечно такое легко выиграет после слона Х3 ладья Ц1 играет Феруджа но после слона Ф5 как ходить очень хитрый ход нашел Ян Непомящий и угрожает слон Е4 шах слон Ф1 играет Лироза Феруджа казалось бы что надо играть конь Д6 нападением на слона и не пускаем слона на Е4 но в этом случае после ладья Х3 белый также проигрывают если король Ж2 то конь Ф4 шах все поля обстреливаются черными фигурами и после короля Ф1 ладья Х1 это мат просто мат белому королю смотрите какая красота после конь Д6 ладья Х3 поэтому надо закрываться ладья Х2 но тогда после ладья Х2 король бьет Х2 слон С7 хрен редьки не слаще конь на поле Д6 попадает под связку и также черные получают выигранную позицию остаются с двумя фигурами за ладью и вдобавок у них в запасе две лишних пешки итак слон Ф5 слон Ф1 играет Ферруджа но после слон Е4 шах он уже не выдержал этого издевательства этого избиения и сдался ну как ходить если слон Ж2 то ладья Х3 мат неожиданно потому что слон связывает слона а ладья объявляет удар и слон прикрывает поле Ж1 если после слон Е4 шах уходить королем к примеру на Х2 то после слон бьет Д5 самое простое решение атакован ладья и атакован конь белый терпит решающие материальные потери поэтому здесь Ферруджа даже не стал сопротивляться и на 35 ходу после хода слон Е4 он остановил часы и поздравил Яна Непомнящего с очередной убедительной разгромной победой Ян Непомнящий просто разрывает этот турнир претендентов знаете были времена когда играл Александр Олехин Гарри Каспаров когда вот они вырубали турниры и даже Олехин когда выиграл по-моему турнир если не ошибаюсь там Сан Рема по-моему во Франции Немцович сказал такую фразу что он расправляется с нами как с желторотыми птенчиками то есть просто вообще не было конкурента у Александра Олехина и вот Ян Непомнящий сейчас как мне кажется повторяет подвиг этого великого русского чемпиона он просто камня на камне не оставляет от своих соперников буквально сметая всех с лица доски порадуемся за Яна Непомнящего тут можно просто поаплодировать что я естественно и сделаю призываю вас в комментариях писать ура Ян Непомнящий вперед Ян Непомнящий устроим такой флешмоб а урок который мы можем извлечь из данной партии не играйте пульку перед важной встречей особенно в ночь видите вот сегодня все решения Феруджи были импульсивными характерными как раз таки для пули ну и сейчас на экране вы видите турнирное положение участников на чистом первом месте Ян Непомнящий у него 8 очков из 11 на втором месте с отставанием в полтора очка Дин Ли Жень 6,5 очков на третьем месте Хикаро Накамура 6 очков Фабиано Круана который сегодня проиграл остается с 5,5 очками 50% у него на пятом месте Тимур Аджабов 5 очков на шестом и седьмом месте делят между собой Янг Шиштоф Дуда и Рихард Раппорт и замыкает турнирную таблицу неожиданно Али Роза Феруджа у которого сейчас 4 очка из 11 возможных Друзья если обзор вам понравился то ставьте лайки подписывайтесь на канал нажав на красную кнопку внизу этого видео сделайте ее серенькой не забывайте включить колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале или же можете дождаться конечной заставки и щелкнуть на изображение фигурного коня которое появится прямо посередине этого ролика также для вашего удобства в конечных заставках если вы щелкнете на левую конечную заставку то вы увидите что-нибудь интересное что подберет алгоритм ютуба или же обзор предыдущего тура справа будет обзор следующего тура или же если это будет обзор последнего тура то также алгоритм ютуба подберет для вас что-то интересное таким образом все сделано для вашего удобства чтобы вы ничего не пропустили и оставались в курсе событий для вас работал Олег Саламаха играйте в шахматы любите шахматы и увидимся на обзоре следующего тура или же следующего супер турнира счастливо субтитры